Всем привет, добро пожаловать в новый влог, мы уже вернулись на месте, куча домашних дел, плюс я буду какое-то время с детьми, у нас все еще летние каникулы, и очень часто я привожу из отпуска какие-то сувениры, но это не просто магнитики, мы там бабушкам покупали, дедушкам, но мне нравится что-то, чем я буду пользоваться, и вы тоже потом часто спрашиваете, откуда моя бутылка там для оливкового масла, которую я купила у местного мастера в Испании, а в этом году мы были в Италии и проходили мастерскую, где женщина, даже можно сказать бабушка, делала сама бижутерию, у нее было очень много красивых украшений, я начала это все мерить, и говорю, вот браслет мне конечно слишком свободный, боюсь, что он спадет, она говорит, дай мне 10 минут, я тебе сделаю новый, и вот таким образом теперь у меня есть браслет от нее, он стоил где-то 25 евро, наверное, но самое главное, что он у меня будет ассоциироваться с отпуском, и плюс он такой нежный, женственный, очень красиво смотрится на руке, и мне также очень нравится то, что это хендмейд, и второй браслетик я взяла с натуральными кораллами, не итальянскими, но они сертифицированные, он был чуть дороже, и здесь тоже такая вот жемчужная масса использована, там был целый набор, но я решила не брать набор, достаточно этого, в этом году я в принципе полюбила браслетики, и как-то так, знаете, даже к светлому наряду, с небольшой коралловой ноткой, прямом и переносном смысле этого слова, и по цвету, да, это натуральные кораллы, вот, мне кажется, может хорошо это все играть, а это мы с детьми купили папе за то, что он придумал ехать в Лигуре, он на этом настаивал, нам всем очень понравилось, и мы были в Генны, спасибо, что вы меня исправляете, я вам не путеводитель, но я учитываю свои ошибки, я тоже учусь, я вам показываю часть своей жизни, но я не проводник по туристическим местам, где-то какие-то факты вычитываю, но в общем мы были в Генуе, и проходили тоже очень красивый магазин с керамикой, у меня было 30 секунд на то, чтобы что-то там увидеть, рассмотреть, и я подумала, что Томаку будет очень приятно, если мы ему купим чашечку для эспрессо, не было больше, я бы себе взяла, но я пью черный кофе, и мне нужна чашка больше по размеру, и вот видите, здесь такие домики, как в Лигуре, разноцветные, и теперь эта чашка всегда стоит на нашей кофеварке, он каждое утро пьет кофе и вспоминает, пусть себе визуализирует Италию и нашу следующую поездку, или его отдельно, потому что иногда он тоже ездит с друзьями на мотоцикле, я не по этим делам, вот такие у нас сувениры, и девочки еще, это уже скорее именно летний аксессуар, но я знаю, что вы очень часто потом спрашиваете, откуда, я люблю, знаете, носить такие простые вещи, и больше как бы разнообразия придавать своим нарядам благодаря аксессуарам, вот, и я увидела в Заре эти сережки, я не знаю, они доступны еще или нет, потому что такую какую-то интересную бижутерию из Зары очень быстро расхватывают, вот это вот такие большие ракушки, которые прям ассоциируются с летом, и они тоже, вот, каждый сезон теплопляжные будут актуальны, очень массивные, ну, такие тяжеловатые, и вот есть несколько пар сережек лично в моей коллекции, которые служат хорошо, сейчас, не поверите, я лечу в магазин, потому что у нас куча стирки, и при этом вообще нет порошка, ничего дома нет, ни продуктов, мы вернулись в 4 часа утра, дорога заняла, конечно, очень много времени, честно говоря, это было сложно, ну, типа, мы там провели в дороге 18 часов, мы ехали прямиком из Лигурии в Краков, вот, и я буду в следующий раз настаивать на том, чтобы мы сделали перерыв и отдохнули. А, еще знаете, что у меня есть новинки на осень, и я надеюсь, что в этом влоге я смогу вам их показать. Хоть у нас с вами еще до сих пор лето за окном, очень жарко сегодня, но я уже заказала несколько вещей с мыслью об осени, и сегодня я хотела бы показать вам свои обновки, тем более, что они просто суперского качества, и я продемонстрирую их на себе. Это будут вещи от бренда Lily Silk, с которым я ознакомлюсь впервые, и я слышала об их качестве, но мне всегда было интересно, какие же они в реальной жизни, потому что это не дешевый бренд, но они всегда делают ставку на качественный пошив, на достойные материалы, также на детали, и это зачастую дорогостоящий материал. И сейчас на мне рубашка в полоску, которая, как мне кажется, является классикой жанра, она выполнена из шелка, и я считаю, что такую вещь можно носить вообще круглый год, независимо от сезона, потому что полоска, она всегда как-то так освежает, она хорошо сочетается и с белым, и с бежевым, с черным, с синим, с джинсами. Можно, я обязательно вам покажу, можно сделать такой более расслабленный лук, а можно наоборот сделать сочетание, которое вы можете надеть на любой случай жизни или же для офиса. И эта рубашка вот с длинным рукавом у нас сегодня 38 градусов, но мне совершенно не жарко мне, благодаря тому, что это шелк. Я выбрала себе размер S, так как я впервые делала заказ, я не знала, что и как с размерами, я боялась ошибиться, но мне нравится то, что она такая объемная, и я обязательно оставлю вам информацию в инфобоксе, какие размеры на мне. У меня рост 1,62 м, и конкретно рубашку можно было бы взять даже в размере XS. Эта рубашка очень хорошо выглядит и в застегнутом виде, и также в расстегнутом, например, для каких-то пляжных нарядов, для пляжных ресторанов и так далее, или куда-то в отпуск, для прогулки по побережью. Мне очень нравится то, как проработаны все детали, нигде, конечно же, нет никаких ниток, швы все ровные, и также такая мелкая деталь, но мне почему-то очень понравилась. Это скромный логотип, не сверху, а внизу, очень аккуратный, и это вышивка. Это не наклейка, это вот что-то такое, знаете, аккуратное, но при этом смотрится даже оригинально. В этом же наряде вы можете наблюдать вторую новинку, это белые шелковые брюки. Я знаю, знаю, что лето заканчивается, но я ношу светлые вещи не только в теплое время года, и когда я увидела их на сайте, я подумала, что они могут стать теми самыми идеальными белыми брюками, найти с хорошей посадкой и с классной тканью, это целая проблема. И эти брюки сидят хорошо, у меня размер 4, и они должны быть свободными. На рост повыше стоит выбирать больше размер, они должны быть такими вот летящими, они на подкладке, они вот так струятся благодаря тому, что это такой качественный шелк, который сам по себе, вот знаете, издалека даже выглядит как такой достойный, знаете. И в сочетании с этой рубашкой, теперь это мой любимый наряд, мне кажется, что, ну я так себе планирую, что именно так я пойду на 1 сентября со своими мальчиками. Также для моих зрителей действует скидка, которая суммируется с другими акциями, которые есть на сайте, с кодом ОСЯ12 вы получаете 12% скидку, я все напишу вам в инфобоксе, не знаю почему, но в этих вещах я себя чувствую такой статусной леди, вот что значит качественные вещи. И, конечно же, у меня есть для вас хорошие новости, потому что на сайте LilySilk сейчас проходит распродажа, приуроченная к годовщине их бренда, и очень много новинок на осень и зиму. Там также вы можете найти какие-то базовые вещи, которые послужат вам годами, будете носить их с удовольствием. И помимо этого для моих зрителей действует специальный промокод ОСЯ12, который дает 12% скидку на каждый заказ, а если сумма вашего заказа превысит 350 евро, то лучше воспользоваться кодом ОСЯ15, он даст аж 15% скидку, и эти промокоды еще и суммируются с акциями, действующими на сайте. Всю информацию и ссылки ищите в инфобоксе. И сейчас бренд в основном концентрируется на доставке в Европу и в Америку, но если вы хотите заказать в другие страны, вы можете перед оформлением заказа, можете написать в их службу поддержки, они вас проконсультируют, предоставят всю нужную информацию. В общем, все на самом деле просто. Если вам интересно, сколько заняла доставка в Польшу, я ждала, наверное, около 10 дней, и это все еще и так красиво запаковано. Я буквально ощущала себя, как будто у меня день рождения. Это было очень приятно открывать. Ну и теперь буду еще и с таким же наслаждением носить. Ну что, давайте перейдем к другому наряду. Ну сейчас мне действительно очень тепло, потому что я в кашемировом свитере. Специально заранее вам показываю, чтобы вы смогли заказать эти вещи чуть раньше. В коллекции Lily Silk на осень и зиму представлены свитера из 100% кашемира, и сейчас один из них на мне. Они есть в разных расцветках, но я решила взять себе такой тауповый. Мне нравится вообще вся их цветовая гамма, и обратите внимание на то, что все эти вещи можно комбинировать, миксовать между друг другом, можно составить себе такую хорошую, качественную базу или расширенную капсулу, которую вы можете носить всю зиму и осень, и даже не заморачиваться. Свитер такой приятный, он мягчайший, и я взяла себе размер S. Опять же, для того, чтобы внутри было посвободнее, и чтобы я смогла еще, если будет такая необходимость, надеть что-то под низ. Вообще я люблю более свободные вещи. Здесь вот такая вязка, абсолютно не к чему придраться, и он, конечно же, вообще не колется. Видите, он такой не короткий, и я смогу носить этот свитер и заправляю куда-то в брюки или в юбку, или же вот так на выпуск. Такой свитер, я думаю, даже не надо рассказывать, с чем можно носить, потому что это один из таких элементов теплого гардероба, который не только будет красиво выглядеть, но еще и будет вас согревать. Девочки, я правда в восторге, мне очень нравится. Мне очень хотелось бы прощаться с летом, но благодаря таким хорошим осенне-зимним вещам, зиму и осень будет чуть проще пережить. Следующая вещь, которую я хочу вам продемонстрировать, это свитер. Вот такой. Точнее, это, знаете, как кофточка с необычным вырезом здесь, точнее, с таким отворотом, и здесь в составе мереносовая шерсть. То есть это теплое изделие, при том, что оно не плотное. И это также та шерсть, которая не вызывает аллергии, которая не колется, она считается более премиальной. И такую кофточку я вижу с какими-то расширенными брюками, типа палаца черного цвета белого. Видите, здесь у нас тоже мотив полоски, который, опять же, очень хорошо интегрируется в осенне-зимний гардероб. Я влюбилась в эти вещи, наверное, я теперь часто буду к ним заглядывать. И это такая стильная вещь, но при этом лаконичная, и забыла вам сказать, на мне размер S. Она ближе к телу, то есть она не должна быть супер свободной, но как раз с такими свободными вещами внизу смотрится еще более органично. И последняя вещь, которую я заказала на Lily Silk, это шелковая блузка. Она такая, с одной стороны, нарядная, она очень хорошо подойдет на любой праздник, на какое-то торжество. А с другой стороны, ее также можно носить и в город, в офис. Хорошо будет выглядеть и с юбкой, и с брюками. Видите, это такие универсальные вещи, но самое главное, это то, что как они сшиты, и насколько высококачественный материал они используют. Это шелк высочайшего качества. И мне нравится то, что здесь есть такие женственные, очень утонченные рюши в области рукава и также на шее. Но нет вот этого перебора. То есть вы можете надеть какую-то юбку элегантную, или же брюки, и спокойно отправиться на работу. Или в городской жизни вы не будете выглядеть так, как будто вы слишком сильно нарядились. Я осталась под огромным впечатлением от изделий от LilySilk. Если у вас будут какие-то вопросы по доставке, вы можете пройти в специальный раздел, там все написано, или же обратиться в службу поддержки, как я говорила ранее. Я оставлю вам все ссылки, еще раз повторюсь. Ну а мы с вами продолжаем этот влог. Попадьте на мне. Провете. Попадьте на мне. Что вкусненького сегодня? У-у-у, Лукаш постарался. Хочу показать вам несколько бытовых находок. Вы знаете, что я огромная поклонница термомикса. Позже сделаю апдейт. И нет, я не являюсь консультантом, и я даже не сотрудничаю с этим брендом. У меня модель TM6. Возможно, вышла какая-то поновее, но не суть. Я буду говорить о той, которая есть у меня. И какое-то время тому назад я заказала себе вот такую насадку, которая помогает не чистить овощи. То есть она делает это за вас. Сейчас вставляем ее вот сюда. Возможно, другой стороной. Сейчас проверим. Вот так. Выбираем программу для очистки овощей. У меня будет для молодого картофеля, потому что я готовлю обед. Наливаем воду. Я, конечно, в шоке, но по инструкции должна быть еще чайная ложечка какого-то растительного масла. И засыпаем помытый картофель приблизительно одного размера. Ну, там у меня плюс-минус. Накрываем крышкой. И робот сам разбирается с этим всем на протяжении трех минут. Теперь картошечку нужно хорошо помыть. Ну, смотрим результат. Вот такая. Ну, то есть сейчас, наверное, помою. Тогда будет более понятно. Я помыла все. И посмотрите, мне кажется, издалека похоже на нюки. Некоторые у меня были половинками. И все равно тоже все почистилось. И второе мое открытие. Это вот такие гранулы от Ленор. Они засыпаются прямо в стиралку, в стирку. Не куда-то там, знаете, в стиральную машину, а просто так, в барабан. И они так приятно пахнут. Особенно мне нравятся вот эти. Как будто пионом. И запах удерживается достаточно долго на белье. Я не люблю, когда сильно пахнет порошок. И он очень часто вызывает у меня проблемы с дыханием. Поэтому я предпочитаю что-то такое ненавязчивое. А вот эти гранулы мне понравились, потому что мне нравится, когда пахнет стирка. Но не все для запаха мне подходит. Причем это еще и удобно. Ничего не разливается, как кондиционер. Буду брать еще. Оставила детей на футбольном поле. Это мое спасение. Нам его подсказали наши знакомые. Мне всегда казалось, что это именно футбольное поле от школы. И оно закрыто для посещения. Но оказалось, что оно для всех. И дети сами могут туда ходить. Причем там всегда есть кто-то, кто тоже готов поиграть. Вечером туда приходят папы. И все они дружно проводят время вместе. И бывали дни, когда я буквально видела своих детей только на завтраке, обеде и ужине. То есть они вообще могут целыми днями гонять в футбол. И это то, чего им очень сильно не хватает. А мне после нашего возвращения реально не хватало времени на то, чтобы привести в порядок сад. Причем я занялась цветами, осами, которые снова поселились. В нашем дворе я не знаю, что такое уже третье гнездо. Никак не можем от них избавиться. Они то там, то там селятся. А Томак сейчас допоздна на работе. И то, когда приезжает, старается там покосить траву и сделать что-то такое более масштабное. И когда мы уезжали, мы договорились с нашим соседом-подростком, что за небольшую оплату он будет косить траву. И он всем этим занимался. Немножко убирался. Без него была бы полная катастрофа. Потому что были бури, или же было очень жарко. Нужно было это все поливать. Но мы вернулись. Вот несколько дней ничего не трогала. И все. Можно было бы это оставить и не париться. Но когда все эти цветочки падают на террасу, то они потом засыхают, прилипают и оставляют пятна. Поэтому периодически, даже не периодически, нужно постоянно соблюдать какой-то порядок, чтобы просто не угробить свой дом. Очень часто я показываю вам наш участок. Он небольшой, но показываю издалека и не видно масштабов. Это дерево всегда кажется таким маленьким, но оно реально большое. И на нем очень много листьев. Мы его подрезаем каждый год. По-моему, даже два раза в год приезжают садовники. Чтобы оно сильно не разрасталось, все это корректируют. И осенью уже на носу потихоньку начинают опадать листья. И ближе к самой осени, к настоящей, нам предстоят более серьезные садовые дела. Но вот нужно было это сделать и по возвращению. Помимо стирки, закупки продуктов и всего остального. Вчера издалека не особо видно было, но я поснимала вот те цветы, которые уже отсвели. Посмотрите, сколько здесь бутонов. То есть наши олеандры теперь будут цвести по второму кругу. Юки сходят с ума с пультом. Или с пультом, как там правильное ударение. Вот я посмотрела на все цветочки. И они все уже по второму разу скоро расцветут. В конце лета. А мискантусы или мисканты, как они там правильно, пока что не выпустили колоски. Я думаю, что это уже ближе к осени. Куда же ближе? Всего-то несколько месяцев. Ой, месяцев. Несколько недель. До осени. Уже начала готовить наших мальчиков к школе. К счастью, моя подготовка сводится только к одежде. У них школьная форма. Поэтому в школе они всегда ходят в таких вот кроссовках. Черные с белой подошвой. Причем они бегают и по школе в такой обуви. И также на физкультуре должны быть именно такие. Чтобы у всех более-менее там одинаковые. Никто особо не выделялся. Проявляются они вне школы. У всех разные финансовые статусы. Мне кажется, что это правильно. У Захара, конечно, нога вообще 37,1,3. Иногда даже 38 беру. И вот эта модель очень удачная. Они из сеточки. Они легенькие. Нога дышит. Поэтому я взяла и ему такие, и Игнату. Игната 33. Капец. На каждый день там бегать где-то вне школы. Захар попросил что-то более красочное. Ему понравились вот такие кроссовки. Это бренд Puma. В коллаборации с BMW. Это лимитка. Но, конечно, их изначальная цена была очень высокая. Потом на них действовала супер скидка. Было там несколько размеров. Я взяла ему, говорю, носи. А потом, когда уже станет попрохладнее, нужно выбрать что-то без сеточки. Вот. У нас обязательно белые пола. Так как есть школьная форма. Поэтому я беру им прям пачками вот такие белые. И они очень хорошо носятся. Даже по сравнению там с другими. Правда, они самые прочные. Ткань такая плотненькая. Это Next. У них есть там и по одной штучке, и по две можно взять. Но у меня несколько таких пачек. Потому что это одежда на каждый день в школу. Специально заехала в Пепку, чтобы взять кое-что для детей. Давайте вам покажу. Так как у нас летом даже бывает 15 градусов, то осень может наступить нежданно-негаданно. И там всего по 50 злотых были такие курточки. Вот. Цены в разных валютах. Мне кажется, это вообще бесплатно практически. Тем более я взяла одинаковые и Захару, и Игнату. Вот такие трехцветные. И они выполнены из водонепроницаемой ткани. Эти куртки они, наверное, будут носить в школу. Тем более у Захара как раз кроссовки будут подходить к куртке. Он у нас обращает внимание на такие детали. Здесь что-то есть, но это не теплая курточка. Это именно сентябрь, ну максимум теплый октябрь. Я вообще хотела купить Захару что-то из коллекции Гарри Поттера. Но, к сожалению, в том Пепку, в котором я была, уже разобрали размеры. И вот такая толстовка по цене куртки. Но, во-первых, она оверсайз. Это, знаете, вообще не знаю, как такое возможно за такое количество ткани. Чтобы это все привести, я уверена, что это не в Польше отшивалось. Вот 50 злотых. И есть еще вот такой флисик. И вот еще спортивные штаны подобрала к толстовке с карманами. И с одной стороны номер, а со второй какая-то надпись. Ну, Захару обычно нравится то, что я выбираю. Пока что. Девочки, я обещала держать вас в курсе. И так как мне несказанно повезло, и мой визит к хирургу перенесли практически на месяц. Без помощи моей Насти, пока я была в отпуске, я говорю, блин, я им сто раз написала. Я им звонила, чтобы как-то побыстрее есть лист ожидания. Когда кто-то отказывается, то зовут тебя. И так как я регистрировалась через платформу Знанный Лекаж, я очень часто выискиваю там специалистов, читаю отзывы и записываюсь онлайн. И Настя говорит, я позвоню и попрошу их, чтобы при такой возможности тебя перенесли. В общем, мой визит перенесли на месяц практически. И я уже проконсультировалась с хирургом. Мало того, девочки, я уже... Господи, все тут рушится, я вся на эмоциях. Я очень рада тому, что у меня будет не абдоминопластика, даже не лапароскопическим путем. И вообще я невероятно горжусь собой и тем, что я занялась своим здоровьем задолго, что я укрепила мышцы и что все не так плохо. То есть у меня, конечно, будет операция, потому что мышцы полностью сами не сойдутся. Тем более прошло уже 8 лет после моей второй беременности. и грыжа никуда не денется. Я порой неправильно ставлю ударение, грыжа-грыжа, поэтому sorry. Я не очень часто использую это слово в своем обиходе и вылетает просто из памяти, как оно там должно быть. Ну, в общем, я принесла с собой рисунок, который, ну, просто, знаете, в разговоре сделала доктор, которая будет меня оперировать. Я буду делать операцию на клинах. Это, наверное, государственная клиника в Кракове, но в любом случае это не финансируется государством, поэтому я буду делать частным образом. Для меня эта операция будет платной. В чем суть? В том, что лапароскопическим путем тоже могут сделать эту операцию, но нужно будет, грубо говоря, надуть живот, вставить этого робота, сделать несколько проколов, где-то не по центру, и все заштопать. Это не так просто, как кажется, потому что до мышц на животе нужно добраться, и потом сдуть живот. И как бы восстановление после такой операции не такое-то и простое, но посередине нет шва. Абдоминопластика мне не показана, потому что мне нечего натягивать и как-то корректировать обвисшую кожу. Ну, то, что буду делать я, выглядит вот так. Вы что-то видите, надеюсь, да. В общем, вход к моим прямым мышцам живота будет в области пупка. Дальше меня как корсет заштопывают кверху. Мне, конечно же, сделали УЗИ. И, 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 и. Ну, как бы, все не так плохо, как могло бы быть. Мне не необходима сетка, то есть, мне ее не будут ставить. Это то, что мне также говорили врачи еще несколько лет тому назад, что если позаниматься, и как бы нужно смотреть по актуальному состоянию мышц, вообще здоровья, да, что вам там нужно. У каждого это индивидуальная программа. И, в общем, делают надрез в области пупка сверху, приподнимают все это на крючке и зашивают. Мне где-то будут накладывать вот такой внутренний шов, то есть, прям сошьют прямые мышцы живота. Уберут грыжу и сделают такой пупок, как у меня был раньше. Вот. Потому что из-за грыжи он, конечно, увеличился по размеру. Я не хочу. Вот, знаете, сейчас, во всяком случае, может, я потом поделюсь фотографиями до и после, когда уже пройду это все. Ну, пока что... Нет, я не хочу. Это личное, но я знаю, что для многих это актуальная тема. И мне хочется поделиться с вами своим опытом. И, как видите, варианты есть разные. И у каждого разное исходное состояние. И проблема сама по себе. Так что просто рассказываю, как это выглядит у меня. Операция проходит под общим наркозом. Я проведу там, ну, один день после операции. Выписка на следующий день. Я хочу прям проговорить, что все будет хорошо. Поэтому выпишут меня на следующий день. Что касается реабилитации в моем случае, то где-то неделю мне нельзя будет водить машину. И нужно будет вести прям такой очень лайтовый образ жизни. И потом никаких активностей. Только реабилитация с моим тренером на протяжении месяца. И как бы аккуратненько уже подбирать какие-то физические нагрузки. Понятное дело, не таскать по 10 килограмм даже, да. Но вот потихоньку начинать двигаться. Где-то месяц, наверное, я не смогу гулять с нашей большой собакой. Выполнять, возможно, какие-то домашние дела. Но в целом, мне кажется, это лайт вариант. Чем, знаете, как во время абдоминопластики. У тебя вообще перерезаются все мышцы живота. Вот такой шов. Иногда это, ну, знаете, безвыходный случай. И нужно это сделать. Но так как у меня нет показаний к этому, то я выбираю то, что советуют доктора. И в моем случае это более лайтовый вариант. Потому что реабилитация легче. И легче перенести такую операцию. Возможно, до конца моего диастаза, расхождения мышц прямых, нельзя будет добраться вот просто одним небольшим таким разрезом сверху пупка. И нужно будет сделать надрез чуть кверху. То есть, у меня будет такой значок у Мерседеса. Назовем это так в худшем случае. Но я буду использовать специальные мази. После операционные я буду, опять же, делать реабилитацию. Все это разрабатывать вместе со своим тренером. Как-то там это правильно массируется. Но у меня, в принципе, рубцы неплохо затягиваются. У меня есть шрам после того, как мне удаляли аппендицит. У меня в области груди была такая операция. Где-то вот такой шрам. Он тоже вообще не виден. Вообще, если кто-то не знает, что там была операция, то это совершенно незаметно человеческому глазу. Поэтому в любом случае это нужно сделать, чтобы не было никаких защемлений, ограничений в жизни. И чтобы я смогла полностью укреплять свой мышечный корсет. И чтобы не было вот этой дикой нагрузки на спину. Потому что она периодически отзывается. Если я что-то подниму, как бы не напрягу живот, не активирую мышцы живота, а все дерну спиной. И у меня раньше всегда, вот я вам рассказывала, всегда страдали эти приоритеты. Сначала семья, дети, а потом я где-то там на последнем месте. И я очень рада, что многие девочки пишут мне в инстаграме, Оль, спасибо, что ты говоришь такие простые, но иногда необходимые вещи. Хочется это услышать от какого-то другого человека, что нужно поставить себя на первое место. Пока вы не будете сами у себя важным элементом вашей жизни. У вас не будет ресурса на то, чтобы заниматься всем остальным. Страдает абсолютно все. И несмотря на то, что мои какие-то внутренние изменения дались мне очень большой болью и ощущением того, что весь твой мир рушится, и даже ты изнутри, я рада, что так получилось. Потому что я неосознанно, знаете, пошла к психологу и решила все. Вот теперь я буду заниматься собой, прорабатывать свои детские травмы или травмы взрослой жизни, и стану такой блаженной и просветленной. К сожалению, нет. Я оказалась в определенных обстоятельствах, и у меня были совершенно другие, как мне казалось, заботы и проблемы. И то, что мне нужно поработать с собой, уже стало последствием, но одним из самых таких ключевых и важных моментов. И сейчас мне нравится то, как я себя чувствую. И это тоже отражается абсолютно на всем. И в том числе и на отношениях, и какой-то связи с детьми. Ты как будто со стороны тоже видишь что-то. В общем, тема очень интересная. Пока что я не знаю, как это все слепить в отдельный ролик, возможно, чтобы не углубляться в подробности, потому что это касается не только меня, и это то, что я не готова освещать на большую аудиторию. Но я знаю, что это многим было бы полезно. И даже вот такая мелочь, что я просто пошла заняться собой, это дает мне так много радости, что я делаю это для себя, не ради кого-то, не ради чего-то, откладываю все и занимаюсь важными для меня вопросами. Казалось бы, так просто. Что тут такого? Но поверьте мне, что не все так думают. Я могу заниматься чем угодно, а потом уже собой, если на это остается время и силы. Вот. Я знаю, когда будет операция, но пока что ничего не буду говорить, потому что не хочу... Не хочу и скажу уже только по факту, но не в ближайшее время. Конечно, как там все будет продвигаться, я буду держать вас в курсе. Не забывайте поставить пальчик вверх. Надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Продолжение следует...